Сегодня мы с вами поговорим о замене. Мы научились с вами снимать визитку, знаем, что зачем говорить. Мы ее сняли с вами, теперь давайте поговорим о замене и попробуем переснять визитку, чтобы вы увидели разницу, когда вы будете кому-то что-то говорить, кому-то что-то доказывать. Что такое замена? Это когда вы перед камерой ставите какого-то человека, которому вы рассказываете как раз свою визитку. Также в кино, когда вы будете работать чисто на камеру, вы все равно будете ставить замену, То есть кому вы говорите. Когда мы будем с вами работать над монологами, над персонажами, мы все равно будем находить именно того человека, которому мы будем это все говорить. Это очень важно, ребят. Почему? Замена позволяет нам, во-первых, действовать. То есть мы пытаемся что-то доказать тому человеку, который стоит перед камерой. Раз. Второе, у нас начинает энергетика идти на камеру. То есть у нас идет некий посыл. Третье, мы забываем о камере, потому что мы начинаем общаться с реальным человеком, который перед нами стоит. Сейчас я просто говорю о камере. Просто доношу вам какую-то информацию. Но сейчас я могу поставить замену. Вот у меня стоит замена моя теперь. И теперь я могу общаться с этой прекрасной, замечательной заменой и рассказывать ей что-то. Доказывать. Значит, теперь смотрите, что мы делаем. Снимаем визитки только в трех вариантах. Мы находим три какие-то замены, которым мы что-то будем доказывать. Или, смотрите, попробуйте поставить, допустим, свою любимую собачку перед камерой. Вот поставили свою любимую собачку. Я в данном случае поставила своего любимого кота Дегоху. И я могу сейчас ему рассказывать о своей визитке. Здравствуйте, меня зовут Лара Шум, мне 43 года, мой рост 54 сантиметра, а размер одежды 40-й. Размер обуви 36-й. Я самая лучшая в мире актриса. Или, допустим, вы можете поставить какого-то человека, которого вы ненавидите. То есть вы можете поставить туда человека, которого вы ненавидите, и просто ему начинаете рассказывать визитку. Добрый день, меня зовут Лара Шум, мне 43 года. Я актриса кино, закончила в 2015 году СМДА Американскую театральную академию. Снималась в более 26 картинах. Есть опыт съемок также в рекламах, и также есть опыт съемок в сериале. Я вирус, я заражаю позитивом. Благодарю вас, что досмотрели меня до конца. И я ответственная и дисциплинированная актриса кино. Вот. Я поставила человека, которого я ненавижу. Вы можете поставить туда за тем человека, допустим, вашего близкого, там, вашу подругу, вашу любовницу, вашу жену. Все равно. Допустим, какой-то любимого человека, и начинаете ему уже рассказывать свою видеовизитку. Добрый день, меня зовут Лара Шум, мне 43 года, мой размер одежды 40-й, размер обуви 50-й. Есть опыт съемок в кино и сериалах, дополнительные навыки. Это тайский бокс, это стрельба из оружия, это дайвинг, роуп, жампинг, разговорный английский язык. Я ответственная и дисциплинированная. Я вирус, я заражаю позитивом, поэтому приглашайте меня на ваши проекты. До встречи! Вот, то есть, посмотрите, как работают эти варианты. Какой вариант вам больше понравится, тем и пользуйтесь. Когда вы снимаете видеовизитку, у вас всегда должна быть на камере, должен быть стоять или стоять какая-то замена. Это очень важно. Поэтому домашнее задание делайте, то, что вы снимаете визитку в трех вариантах, а также мы с вами попробуем немножко сделать некоторые упражнения по работе с заменой. То есть, ребят, попробуйте мне снять также видео, где вы посылаете мне на камеру, допустим, квадрат. Берете круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, рум. Снимаете три варианта. Опять же, ну, не надо останавливать камеру, просто снимаете. И вот вы мне посылаете там, допустим, вот какой я сейчас предмет вам посылаю. Догадайтесь, можете сейчас остановить на камеру. Ага. Я сейчас посылала круг. Вот сейчас попробую послать другой предмет. Какой я сейчас предмет посылала? Подумайте просто. Подсказка, значит. Это я сейчас посылала прямоугольник. И теперь я еще сейчас третий предмет пошлю. Это был треугольник. Если вы в голове, был треугольник, замечательно, значит. То есть, вы вот так вот работаете. Это мы делаем с вами упражнение на энергетический посыл на камеру. Так, замена сказала. Замена обязательно должна вызывать у вас какое-то действие. И, допустим, если это любимый человек, то вы начинаете, хотите вы этого или нет, перед ним флиртовать. Если это любимая кошечка, у вас пойдет такая, знаете, немножко такой позитив. И если это, допустим, директор какой-нибудь или компания, которая к вам хорошо относится, да, то у вас пойдет немножко такой официальный тон. Это тоже неплохо. И снимите визитку по всем правилам. То есть, она должна быть не больше минуты. Это должен быть сзади фон. Звук, чтобы был чистый. Ребят, не надо, чтобы там где-то вы в кафе. То есть, ни в коем случае, да, мы дома сделали фон, сняли мне визитку и отправили. Я буду проверять. Затем есть еще упражнение по поводу, как поработать с заменой, да. Попробуйте дома там. Посадите вашего друга, вашего брата, неважно кого. Но попробуйте перед его лицом прямо явственно поставить, допустим, свою какую-то детскую игрушку и просто с ней поговорить. Или, допустим, замените вашу сестру на вашего любимого человека. И разговариваете с сестрой, но при этом ставите вашего любимого человека и разговариваете, получается, с любимым человеком. Попробуйте, что пойдет ваше ощущение, да, только попросите, пожалуйста, что партнер вам не мешал работать по заменам, чтобы вам уже легко было не видеть другого человека, а работать реально с заменой. Это вам потом пригодится, но это уже будет домашняя работа ваша, так сказать. Хорошо, договорились, вроде по замене все. Если что-то непонятно, то напишите мне, я отвечу. В следующем видео я просмотрю ваши работы и уже скажу, работали вы с заменами или не работали. Ставили вы кого-то на камеру или не ставили кого-то на камеру, чтобы вам понимать разницу, когда у вас кто-то стоит на камеру и вы начинаетесь общаться, не просто с каким-то там призрачным человеком за кадром. А когда вы реально, сами поймете, когда вы реально общаетесь уже с человеком, который вам дорог, вам нравится или которого вы ненавидите, увидите разницу даже. У вас просто-напросто визитка будет совершенно другая. Все, давайте до следующего раза.